и всем привет всем здарова танкисты меня зовут павел и я приветствую на канале нью-йорк 133 у нас сегодня очередной выпуск моих гайдов на бб гайдов на бб по танкам из бонного магазина и у нас на очереди м4 мле 49 либерте он же просто м4 49 или же просто млехает один и тот же танк у которого есть вот такой уникальный 2d стиль просто покрашены в цвета французского национального флага с надписью так вот на орудии но по факту это тот же самый м4 мле 49 предыдущие гайды по танкам из бонного магазина вы можете найти мне на канале ли сейчас увидите в правом верхнем углу выскакивают подсказочки жмакайте и смотрите приятного просмотра нас были гайды по из 6 и по альпийскому тигру и по су-5 и по т-103 и вот теперь очередь дальше дошла у нас наконец-то до м4 49 либерте танк который стоит 8000 бонбоновом магазине который имеет неплохие вроде бы плюсы но при этом очень много минусов и об этом мы поговорим с вами в течение гайда и начнем мы с вами с оборудования которое ставить на этот оборудование в 99 процентах случаях вам подойдет одинаковое универсальное оборудование это закалка слот этот досылатель слот и это стабилизатор отказываться от любого этих трех оборудований я бы вам не рекомендовал потому что закалка для тяжелого танка ну вы сами понимаете это как бы модуль номер один досылатель понятно ну и стабилизатор понятно потому что стабилизация этого танка ужаснейшая даже со стабилизатором без стабилизатора она вообще кошмарная и при этом всем еще и в долгое время сведения танк будет сводиться совершенно очень долго со стабилизатором конечно сводится побыстрее но не так конечно хорошо как бы хотелось при альфе 300 но об этом чуть позже поговорим дальше что у нас по полевой половой модернизации и такс это у нас первое плюс 7 сохранение набранной скорости во время пересечения всех типов местности дальше 2 полевая модернизация здесь ну вроде бы 50 тысячи можно потратить но смотрите что нам дает улучшение на 0 на 5 процентов скорости сведения нам дает минус 0 13 сотых секунды почувствуйте в эти 0 13 сотых секунды да ну или просто 13 секунды нет вы их нихрена совершенно абсолютно не почувствуете можно конечно же поставить отстройка параллакса уменьшить разброс на 100 метров до круг сведения уменьшить на 001 почувствуйте ну тоже не почувствуйте при этом у вас вырастет скорость сведения ну такое здесь бы я бы вообще ставил ничего нафиг не надо ну и третья парная модификация да тут либо антистан либо обзор этого танка ужаснейший базовый обзор 370 метров до со всеми перками на обзор с до пайкон с боевым братством из этой полевой модернизации у нас получается 431 метр то есть если вам нам поставить антистан ну да немножко мы будем меньше стоять под оглушением но при этом у нас обзор будет 400 метров 406 это вообще неиграбельное да вы скажете как можно светить на тяжелом поверьте поверьте бывают ситуации когда нужен тяжелому танку нужен обзор где-нибудь там первым засветить какого-нибудь тяжелого танка какую-нибудь стряжку это иногда помогает дополнительный ассист никогда не будет лишним но это на ваше осмотрение ненавидите арту ставите хотя тоже ненавижу рту но мне все-таки нравится играть когда у меня есть обзор ну и слот под огневую мощь мобильность или огневая мощь ну можно как бы мобильность то что вы поставите турбину заме вместо чего вместо нас досылатель стабилизатора сомневаюсь поэтому огневая мощь ставим получаем boost для так загрузилась за буст для досылателя получаем и все окей дальше перки экипажу на вашем экране тут у нас 5 обезьянок до выбираем смотрим запоминаем записываем прокачиваем теперь пока вы подписывайтесь на канал ставите лайк да под этим видео мы с вами отправляемся смотреть бронирование данного танка там есть много чего интересного и сейчас с вами с этим всем разберемся а вы пока подписывайтесь подписывайтесь и так вот он наших коллижен модель нашего м4 мл 49 противника у нас стоит левая с хорошим бронепробитием на базовых снарядах до 204 миллиметра у левы и 294 на голде так что мы посмотрим как он себя чувствует против хорошего бронепробития потому что танк у нас позиционируется как хорошо бронированный тяжелый танк и нам надо сравнивать с хорошим бронепробитием понятно дело там у девяток десяток тоже бронепробитие будет еще выше но достаточно хотя бы посмотреть вот против лева у которого хорошее хорошее бронепробитие и так в лд от приведенная броня от 233 миллиметров возле стыка и поднимаемся выше до 245 где-то вот там 246 миллиметров бронепробитие 256 на вот это вот херня на по центру нлд в теории лев нас может пробить возле стыка да здесь потому что самая меньшая определенная броня против льва и нлд 254 миллиметра приведенной брони ближе к стыку 244 с нлд гораздо все интереснее нлд даже такое хорошее бронепробитие как у льва будет танковать да если мы даже поставим вот так вот танк то совершенно другая будет ситуация да вот так вот ровненько танк поставим вот нлд танкует лучше гораздо чем в лд но это против льва все что меньше бронепробитие там семерки шестерки мы спокойно вытанковываем лбом не боимся ну покуда против нас не зарядит голду но опять-таки у льва одно из лучших бронепробитие на восьмом уровне голду и 294 миллиметра поэтому там в основном вы будете встречать это голду 260 миллиметров 200 70 миллиметров поэтому в лоб мы хорошо достаточно танкуем дальше борта сейчас мы посмотрим против голды отдельно до борта значит борт верхняя часть 55 миллиметров нижняя часть 55 миллиметров над гусеничная полка у нас 45 миллиметров что нам это дает номинальная броня отвратительно то есть даже если мы будем захотим танковать бортом да у нас за счет рикошетом да в тюрьме можем все это делать в танковать но но вот он наш но это щеки в лд до которые вот переходят с vld до переходят на борт и нас здесь получается сколько 200 миллиметров все поэтому танкование бортом мы на этом танке забываем как и у всей ветки танков м4 да он выходил в поддержку ветки м4 до м451 м454 и даже можно в принципе сюда отнести и мх-65 т до у них одинаково стране корпус одинаковая струб концептуально одинаково да и одинаковое танкование танка да то есть бортом классический как ромбом да от препятствия мы не танкуем забываем потому что нас будет просто сюда выцеливать и пробивать здесь у нас вот видите даже не такой же и сильный угол да и у все равно уже 200 миллиметров приведенной брони это вообще ни о чем ставим чуть чуть сильнее 190 то есть вообще как бы даже там какие-нибудь восьмерки совершенно с отвратительным бронеперобитием на суда будет рвать в башками поэтому танкованием борта забываем танковать на этом танке надо от vld и от нлд но об этом я покажу да сыгранного я покажу дальше лоб башни подбашенный погон 250 отлично против башек 250 маска 300 280 220 рикошет да там 269 270 все отлично все отлично даже вот 320 какие-то зоны все отлично козырек до 60 миллиметров номинал она дает нам приведен к 200 миллиметров и рикошет все отлично но и теперь вот так все хорошо башня хорошо бронирована все отлично танкует а теперь вот вот это вот штука на башке на вот такая шляпа 60 миллиметров приведенной брони 1 50 миллиметров приведенной брони 2 что это означает нас туда рвут все этот танк просто уничтожается всеми в эту долбанную сиську просто вот вы выезжайте вы самый в один из бронированных танков выезжайте все танкуете в лд красиво башня сиську на сиську на даже 6 ловил сюда пробивает в эту сиську и причем она настолько больших размеров что выцеливать ее не составляет никакой сложности она выцеливается с расстояния до 100 метров и из 50 из 300 из 400 туда прилетает регулярно в эту сиську поэтому ну такое себе вообще ну и давайте посмотрим что нас против голды получается 294 миллиметра голда льва в лд пробивается легчайшие ближе к стыку стыку стреляем пробиваем дальше от стыка стреляем пробиваем нлд ну с нлд поинтереснее нлд все равно такой вероятность про не пробить а такая плавающая получается в реально хорошие нлд реально хорошие нлд у этого танка но опять-таки зачем стоять в нлд может влд стрельна до дальше борта понятно пробивается легчайше лоб башни пробиваем в маску пробиваем сюда теории пробиваем сюда ну все равно присутствует какие-то зоны где мы что-то можем потанковать до подбашенный погон тоже пробиваем ну и тут ничего не поменялось абсолютно пошли как бы вот так вот подводить только по броне по башне да хорошо бронированный влд хорошо бронированные нлд картонные борта танковать от борта невозможно потому что присутствует на такие вот шкулы щеки от влд переходящие в борт ну и хорошая действительно хорошая броня как до 8 левела в башне но при этом наличие сиськи которую абсолютно эту броню нивелируют поэтому танковать можно но покуда вас просто не попадают туда куда надо и против 6 рак естественно в принципе тоже может танковать но тоже пока его не попадать куда надо но теперь мы отправляемся сыграть два боя в ангар и так возвращаемся в ангар поехали сыграем два боя на башках посмотрим что этот танк реально может в бою как он танкует как он стреляет и так дальше тому подобное значит и поговорим за одно плюсах и минусах данного танка и начнем с плюсов это самый пожалуй огромный большой плюс до который многих подкупает и многие думают этот танк покупать это пробитие базового бронебойного снаряда 232 миллиметра да причем он летит со скоростью 1000 метров в секунду да это классно круто но но альфа всего лишь 300 вот представляете тяжелый танк на восьмом уровне премиумный 8 секунды перезарядка а при этом альфа 300 прикольно же да вот ну ладно поехали что галда на здесь все три миллиметра пробивает подколы летят со скоростью 1250 миллиметров 1250 метров в секунду это нормально это среднее я бы так сказал и не хорошо и неплохо нормально нормальная голда хорошая голда такая средненькая по скорости полета по пробитию все средненько дальше следующий плюс данного танка это у в н минус 10 градусов класс стильно круто блин выехать можно потанковать пушка гнется отлично выезжаешь но одна проблема сейчас покажу вам эту проблему вот у этого танка вот она вот вот эта вот проблема как бы вы не езжали как бы вы не не пытались танковать от башни использовать свои минус 10 у венов а всегда будет просто вот на вылет пробивать насиловать в эту сиську просто всегда просто по кд без остановки вот все поэтому ну такой себе плюс он типа есть да когда нибудь может быть что-то не попадет вам в эту сиську да отличный бой у нас как бы все в лес поехали в том числе и я а у них все поехали на первую вторую линию нам надо продавливать вода прям продавливать первую вторую линию раз мы сюда поехали пока не нам стоят тупят нам надо проезжать и продавливать тем более у нас он 2 фкшника стоит нормально нормально все нормально вертикально вот тут сюда семерочки приехали нах надо очень быстро моментально сбривать потому что а подавай проезжай телега не таланно тормозишь блин надо убивать гвардейца надо убивать сушку по факту делаем вот так вот лично и поехали убивать по 43 и вот он пока 50-100 раз дамажит а мы его добьем значит дальше присутствие брони да и присутствует лобовая броня да она реально серьезно присутствует лобовая броня в лоб и его пробить тяжело ну по крайней мере одноклассникам его тяжело пробить уровень ниже тоже тяжело пробить даже некоторые девятки будут испытывать проблему с пробитием его вот но но на самое главное вот давайте смотреть сводимся да ну тут нормально это я не досвелся за сколько времени прошло я не досвелся лтг надо кстати лтг хоронить не свой огород заехал я так отлично поехали дальше настреливать урон кстати у нас 1000 урона до 300 альфа 1000 урона ну вы поняли в общем да что такое 300 урона на восьмом уровне но у тяжелого танка это вот стреляли стреляли 1000 урона настреляли дальше неплохая подвижность 40 метров в час да с этим для такого тяжелого танка для такой махины 40 километров в час это нормально это он у нас набирает он разгоняется сам едет вообще никаких никаких претензий к нему нету поехали сжирать а44 но 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 сейчас будут минусы у этого танка гораздо больше чем плюсов нам и самый отвратительный ой самый большой минус это отвратительная стабилизация и долгая скорость сведения для такой альфы то есть альфа не соответствует стабилизации и скорости сведения было бы здесь альфа 360 390 это было бы да но тут просто все летит в точку кстати извините он тут стоит прям в упоре передо мной что это механика да а просите пожалуйста а где он я не понял простите пожалуйста а где делась птшка которая только что меня стреляла я чуть вообще не вкурил вообще мистика прям мистика ладно поехали отсюда нахрен тут вот к в 3 привезли макова 3 у нас может конечно же не пробивать и экс так 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 долгая перезарядка для такой альфы долгая вот смотрите что он делает а он он выцеливает он выцеливает что он выцеливает пожалуйста что портовод еще и на 400 что портовод не выстрелся да еще и на 400 с этими арта 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 киборгами будьте не здоровы дальше альфа 300 да это я уже сказал это огромный минус то есть тяжелый танк который стреляет альфой 300 до представьте это вам был есть там к норово на кшеникс да там у него альфа поменьше будет да ну него там дпм сумасшедшая у него там перезарядка быстро него комфорт стрельбы офигенно для такой альфы это все круто но но тут альфа 300 и нету никакого комфорта стрельбы 278 вылетает ну разве это альфа для восьмого уровня ну кого кого ты будешь ковырять девяток десяток смешить хороший бой получился 5 фрагов и 300 это но это вам скажу это просто редкость будет у вас на таких боев у вас будет очень маленько дальше по минусам командирская башня это понятно то есть командирская башня нивелирует ваши все военные броню башни броню влд броню нлд вас просто будет выцеливать в эту командирскую башню причем залетать будет как и среднего расстояния как из в упор вам будут пробивать туда выцеливать из дальнего расстояния будет залетать это проверенная уже столько раз наигрался поверьте это это просто вот так вот просто магия она туда залетает так что мы на стреляет 3 300 на топ-1 по урону 1000 через все опыта что у нас тут 103 фарма 103 103 за 3 300 это нормально это нормально плюс-минус это нормально там 3 300 там окей но но смотрите авто пополнение боекомплекта у нас улетела 13 кусков летел на авто пополнение боекомплекта 108 у нас итоговый фарм от меня отнимаемся до 50 кусков которые за боевые задачи того нас 58 тысяч получилось ну да ушло много на снаряжение в плане того что у меня стоит доппоек стоит так давайте это по закрываем все стоит доппоек да и потратил аптечку и потратил ремку отнимем там доппоек допустим мы играли бы на огнетушители снаряд очень дорогие для такой альфы давайте посмотрим что у нас по снаряда да давайте посмотрим значит тысяча тридцать копеек снаряд стоит пробитие 1032 альфа 300 до окей и такая вот стабилизация скорость сведения все такое теперь давайте смотреть например льва у льва 320 альфа пробитие 234 чуть чуть лучше скорость полета чуть чуть лучше но это не суть до 1030 то есть больше альфа у льва гораздо лучше комфорт стрельбы лучше стабилизации лучше скорость сведения у льва комфорт стрельбы без стабилизатора лучше чем у этого со стабилизатором вот я ты играл когда делал гайд по льву до играл без стабилизатора по моему или пробовал бы стабилизатор играть на турбине вот там вот комфорт стрельбы без стабилизатора лучше чем у млехи со стабилизатором но и давайте посмотрим самый такой интересный моментик да самый такой интересный моментик это т-103 стоимость снарядов и т-103 да значит 440 альфа 258 пробития 910 копеек все то есть вопрос о том какой в танк будет фармить лучше можно уже снять но поехали давайте второй бой вот попробуем во втором бою что-нибудь еще интересное показать мы пока дальше плохой базовый обзор 370 метров то есть как ни крути как не разгоняя этот обзор вы все равно не добьетесь максимального 445 вы не добьетесь у меня нету 445 хотя мне перки экипажей боевое братство и до паек стоит все равно нету и там даже по моему поливая модернизация даже поливая модернизация стоит на обзор да вот и все равно нету максимального ну то есть можно конечно всунуть оптику вместо закалки на конечно замен закалка вообще не обсуждается в данной игре вот если можно поставить закалку начнем доставить за карту чтобы она бонус приносила конечно же вот и последний такой минус это огромный силуэт у этого так то есть промахнуться в него вот в принципе невозможно на расстоянии то есть он огромный нет вот посмотрите да вот порт какой он высокий он длинный он широкий промахнуться в него он больше чем лев по габаритам да то есть давайте сейчас догоним льва смотрите сравниваем со львом или меньше него башня гораздо меньше а так то может быть по корпуса не одинаковые по габаритам да но именно башня у этого млехи больше и теперь смотрите для того чтобы вам нормально пофармить в бою да вам надо где-то там 3000 наставлять но это будет хороший такой фарм был будет плотный бой по фарму со всеми делами вот для этого надо сделать 10 пробитий с альфой 300 если у вас повезет все альфа вылетит средние дан понятно тело такого никогда не произойдет но мы берем какую-то там свидетельскую идеальную ситуацию в вакууме да и предположим что нас вся альфа вылетела по 300 предположим нет конечно хочется поехать что короче подсказывать что не надо этого делать вот сведения ланса ясно ланса маке и 34 там блин а с . них уже туда по заезжали до заезжали с . а что делать надо было ехать а уже поздно надо было сразу ехать туда стреляться с ними надо было сразу с ними ехать стреляться а уже поздно я можно конечно попробовать ломануться с нашими типа типа вот так вот поехали поехали может бы додумаются поехать лев у нас стоит база дефит отлично что у нас там ясно я понял все отмена я уже точно не поеду первым не навешали я же точно не поеду первым хорошо ясненько надо было яхать на тот не угадали не угадали не угадали у нас куда-то кска поехала куда кска поехала есть инфа вообще на счет умирает так сведемся вдаль попали 290 хорошо ой лансом там получил теста 3 окей нет тут однозначно слив уже то счет 05 счет тоже 050 1516 ничего не поменяет они по центру катаются просто прям по центру катаются 18 можешь ты мой какой счет прекрасный а тут попал удивительно прям удивительно залетела дать сейчас попробуем по 103 там пострелять может быть вдаль постреляем не пробил отлично интересно как башню полетела нет это просто нас убили прям в ноль убили похоронили прям вообще не попал сверху кино то было вертуха и так ну что готовимся их встречать сейчас и кто-то будет толпа ехать на нас а то мы будем встречать ты мусор кобели пронеслась ну вот там же съелка будет барабан разъезжать вот такой вот ну тут будет такой конечно себе получился интересный какой бы интересный получился не туда поехали ну не туда я поехал надо было все-таки ехать на восьмую девятую линию обычно как поедешь на восьмую девятую линию до сюда поедешь здесь твоих продавят убьют приехал сюда здесь твоих продавили не угадаешь карты на этой карте не угадаешь прям совсем не угадаешь куда поехал что сделать значит что нам 1000 что настреляли ну в принципе как бы у нас команда хорошо сыграла вся принципе хорошо сыграла вот можно похвалить 40 тысяч мы пофармили за 1100 при поражении давайте не будем переигрывать там еще один бой играть и так далее что мы подобное потому что не хочется абсолютно не хочет значит плюсы минусы я вам озвучил покупать ли это танк за 8000 бон нет категорически этот танк за 8000 бон я не рекомендую покупать потому что ну вы на нем замучаетесь фармить вот удовольствие вы не будете никакого абсолютно получать фармить этот на нем но это просто вот мучение какое-то будет ваша броня заканчивается против десяток да и против девяток ваша броня заканчивается кусать по 300 эти девятки и десятки вы просто замучаетесь если еще там восьмерки вы еще как-нибудь будете на них настреливать на восьмерка когда вы будете попадать девяткам десяткам ну вы просто во первых замучаетесь до настроить вас будет пробивать ну вот там нас сделали 5 пробить это полторы тысячи рано что вы будете за 5 пробить и получать за полторы тысячи урона да не особо там будете на нем как-нибудь фармить такие бои как вот первый бой это редкость но не то что редкость и да они будут вы там может быть будут получаться и хорошие бои но это не стабильный на стрел да то есть помнишь код этой 56 которая против десяток себя тоже отлично принципе чувствует и против девяток она неплохо чувствует себя отлично но в одной против одноклассников понятное дело на и не рекламирую шкоду 56 боже упаси мы сейчас разговариваем про mxm4 м илье да вот мне почему-то его хочется сравнивать со львом да вот просто лев это похоже геймплей у них те же минус 10 у внов такая же хорошая броня там но у льва гораздо больше преимуществ потому что у льва и бортом он может отлично танковать и башни отлично танкует и у него нету никакой сиськи и стабилизации у него гораздо лучше и скоро сведения не гораздо лучше вообще но но льва к сожалению нельзя забыл боновом магазине купить поэтому не тратьте 8000 бон на вот это вот недоразумение свое время потратил дико промучился дико промотекался потом его поменял на льва вот это вот опять для вас выкупил его для того чтобы сделать для вас гайд там взять на нем три отметки и вспомнить как на нем на этом танке мучиться а мучиться действительно мне вам приходится ну просто представьте вы даже не можете в размер выезжать да вот там на какой-нибудь не знаю на теста 3 можно спокойно настроили просто выезжать один на один в размер там сна и 6 можно выезжать один на один в размер вот ты даешь там на 400 там получаешь тоже грубо говоря на 400 там 4 пробить отдал 1600 есть здесь даже ты в размер не выйдешь потому что 300 альфы вот практически любой танк на восьмом уровне имеет больше деструкторов очень но на восьмом уровне из 6 из 3 там какие-нибудь красер тоже 320 у него больше альфа это 4 312 альпийский тигр там какие-нибудь защитники какие-нибудь skoda и все прочее и тому подобное все эти тяжелые танки не всеми от гораздо большую альфу и и они вас просто не жуя убивают если не в борта не в нлд пробивают у вас будет пробивать шишку поэтому танк вообще вот просто одуванчик не берите его ни в коем случае не тратьте 8000 бон возьмите какой-нибудь там и саше 100 вот это ли 4 3 не знаю там край сера т-103 вы будете гораздо лучше фармить гораздо лучше фармить и больше будете получать удовольствие чем от игры на этом танке надеюсь видео вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки жду ваших комментариях как вам млеха если она вас в ангаре что вы про нее думаете потому что тоже хочется узнать ваше мнение вот я свое мнение озвучил поэтому вы пожалуйста поделитесь своим мнением в комментариях как вам а mx m4 мле 49 liberty или просто без liberty также вас попрошу сделать максимальный репост данного видео поделитесь со своими друзьями знакомыми кто играют танки может быть там сокла на сами пусть заходят посмотрит пусть подписываться на канал вот это для меня будет очень приятно а я вас буду благодать за за это новыми 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 видео все всем спасибо большое за внимание спасибо большое за просмотр подписывайтесь на канал и увидимся с вами до новых встреч пока пока